Девушки отдыхают Ты лжец, Шольц! Нацистский подлый лжец! Кайне переговорочен с нацистским Шольц! Кайне! Найм! Тебе по-немецки понятно? Ну что, оккупанты, поржались немцев, которые перед началом полномасштабного вторжения передавали Украине какие-то каски, военную форму и тому подобное шматье? В очередную партию военной помощи Германии для Украины вошли 20 БМП Мердер, всего доставлено 60, в планах еще 40, 3155-мм снарядов, всего 18 тысяч, 2 бронированные машины для разминирования Вайзент-1, всего 8, материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, 1 система наблюдения спутниковой связи, 20 разведывательных дронов РКЮ-35, всего 80, 10 систем обнаружения дронов, всего 113, 2 мобильные антенномачтовые системы, всего 49, 1 тягач 8х8 HX81 и 4 полуприцепа, всего 51 и 41, 5 грузоподъемных машин 8х8, всего 40, 3 скорые помощи, всего 47, полтора миллиона патронов, всего более 45 миллионов. Немецкая машина медленно запрягает, но потом очень быстро едет. Другая новость пришла из-за океана. Наконец-то, наконец-то, господи, разродились с решением по поводу обучения украинских пилотов на F-16, и сообщается, Wall Street Journal пишет со ссылкой на официальных лиц, что первые летчики, хорошо владеющие английским языком, могут быть подготовлены за 5 месяцев. Отмечается, что это оценка украинской страны. Я думаю, что смогут, потому что, когда такая мотивация и цена такая высокая, я думаю, летчики там все силы положат, но подготовятся. Поэтому первая группа из 10 пилотов на F-16, скорее всего, уже в феврале следующего года, сможет вступить в бой в небе Украины. Вот это вот самый оптимистичный прогноз. Но надо сказать, что американские военные как-то несколько более сдержанно подходят к этому делу, и они говорят о том, что летчиков-то подготовить мы успеем. Проблема с техниками, аэродромными службами. На каждый час машины в воздухе для F-16 нужно 16 часов обслуживания на земле. Понимаете? Вот такое соотношение усилий и затрат временных. Поэтому подготовить техников, подготовить аэродромный персонал может быть более сложная задача. А что-то я даже не знаю. Приступили уже к обучению. Ну, наверное, приступили. Разговор об этом тоже был. Ну, просто все говорят про летчиков, про летчиков. Изначально не было особого разногласия в том, что украинские летчики сумеют достаточно быстро овладеть этой техникой. Аэродромные службы. Всегда про них говорили, что это Ахиллесова пята. Но и по-прежнему об этом как-то не очень много распространяется. Тем не менее, друзья мои, не знаю уж как насчет февраля, но я думаю, что к весне следующего года Украина получит и Ф-16, и подготовленных пилотов, и ракеты, которые для них нужны. В общем, произойдет серьезное усиление огневой мощи украинской армии в преддверии уже следующей весенней кампании. Судя по всему, она, скорее всего, будет. Потому что ход военных действий сейчас, хотя по-прежнему еще есть возможность, не закрыто окно возможностей и для крупной победы Украины, и для выхода к Азовскому морю, и к Крыму, и, скажу вам такое, даже к заходу в Крым, но, правда, конечно, это уже сейчас выглядит все менее и менее вероятным, но все еще это есть. И мы не знаем, на самом деле, там напряженная ситуация на фронте такая, что если лопнет эта пережатая стальная шина, если распрямится она, распалась цепь великая, как ударит одним концом по всей российской армии, как посыпется эта армия, такое исключать до конца сейчас еще нельзя. Все это вполне может быть. Но будем смотреть. Ну, а если война будет уходить в 2024 год и дальше, то тогда, конечно, вот сообщения о летчиках будут иметь особое значение. И в контексте разговоров про длительную кампанию я бы обратил ваше внимание еще на одну новость, которая пришла из Германии. Новость сугубо положительная. Правительство Германии заказало у Рейнметалл еще 40 БМП Мардер для ВСУ. Ну, заказала и заказала. Казалось бы, подумаешь, много они чего уже там назаказывали и напоставляли. Друзья мои, я обращаю особое внимание ваше на эту информацию, потому что Рейнметалл уже поставил по заказу федерального правительства для Украины 20 боевых машин. И еще 20 машин было в июне произведено и выпущено. И вот теперь выпускают еще. То есть, понимаете, друзья мои, речь идет не просто о том, что заказали когда-то будет. Уже, уже все пошло. И это очень важное, хотя, может быть, сейчас такая не очень большая по объему, ну, там 20 машин, ничего такого, там ничего страшного. Смотрите не на это. Рейнметалл начал регулярные поставки с колес на фронт, что называется, с производства прямо в вооруженные силы Украины. Вот смысл этой информации. Германия раскочегаривает свое производство военное и уже переходит от поставок со складов из своих боевых частей, изыбаемой техники, поставки с производства. Причем систематические. 20, вот еще 20, еще 20, слушайте. Ну, это замечательно. Вот так выигрываются войны. Когда вслед за мартерами пойдут танки и, самое главное, снаряды в товарных количествах будут поставляться не со складов, а с производства и обеспечат украинскую армию необходимым количеством взрывчатых боевых веществ, вот тогда будет, станет окончательно понятно, что Украина одерживает военную победу. Но, боюсь, до этого еще достаточно долго. Но первый шаг мы уже видим. Вот это очень важная новость. В войне на истощение именно производство решает. И мы с вами должны всегда помнить об этом. И помнить о том, что на стороне Украины более 50% мировой экономики с выдающимися инженерными традициями и организационными традициями и Германия, и США, и другие страны могут даже, ну, так вот, если по-честному, если вот напрячься, одна Германия может Украину полностью обеспечить. Другое дело, что они этого делать не будут, но, тем не менее, раскочегариваясь, они выходят потихоньку на графики победы Украины. А у России есть предел. Они тоже здорово очень раскочегаривались, но у них предел, и они уже в него упираются. Появилась информация о том, что Россия будет производить 2 миллиона снарядов в год в конце этого года. А Путин обещал, между прочим, 8 тысяч в день. А простите, 8 тысяч в день больше, чем 2 миллиона в год, если пересчитать на год. То есть что-то у них там не ладится. Не выходит каменный цветок, Владимир Владимирович? Не получается у вас 2 миллиона 400 тысяч с копейками снарядов в год производить? Ну, надо-то российской армии не 2 миллиона. Ей надо 10 миллионов, 12 миллионов. Они же стреляют-то как сумасшедшие. У них нет этого высокоточного оружия. Для них огромное значение имеет масштаб. Не тянут. Почему корейцев зовут? Про корейцев будет отдельный выпуск, когда станет ясно, до чего они там договорились. Но это вот война индустрии. Россия выходит на потолок своих возможностей, начав мобилизацию военной экономики на полгода раньше Украины и достаточно успешно ее проведя, сталкивается с тем, что уже начинает не хватать рабочих рук, кадров, инженерных, организаторских и, самое главное, нет производственных мощностей. Они все, что можно, уже задействовали. А дальше им надо переводить гражданское производство в военный сектор. А это сложно, потому что там, тем более, уже нет никаких кадров, которые это умеют делать, нет допусков, нет технологического оборудования, которое позволит бы это делать. Это все-таки, слушайте, согласитесь, сейчас не 42-й год. Сейчас не просто там болванку точить на каком-то примитивном фрезерном станке. Сейчас все-таки немножко более высокие требования предъявляются. Поэтому, друзья мои, сообщение, вот маленькое сообщение о том, что Рейн Металл уже третью партию БМПшек прям с колес грузит Украине. На самом деле это очень важное сообщение. Оно говорит о том, что союзники по Рамштайну потихоньку, медленно, но медленнее, чем нам бы всем хотелось, но они начинают разгонять свою машину военную. Когда они ее разгонят, простите, никакая Российская Федерация, даже с помощью Китая и Северной Кореи, не остановит эту машину. Вот это вот, пожалуйста, имейте в виду. При всем том, что, конечно, нас ожидают еще впереди достаточно тяжелые времена. Если сейчас вот прорыв не будет доведен до логического конца, если битва под Запорожьем окончится с минимальным результатом, значит война уйдет в достаточно длинную перспективу, и там будет долго еще трудно. Но уже виден путь, как победить.